Друзья, вот теперь достал мой течеред. Посмотрим, что с этого выйдет. Нормально. Кто-то мне сказал, что я похож на Карлсена. Это комплимент. Да, потому что он такой же веселый. Слушайте, ну классный герой. Позитивный, веселый, эге-гей. В общем, дашь, дашь чувак. Так вот, я выстрогал из куска березы акселератор. Меня забрали, но потом выручили. Сейчас мы пожужжим немножечко. Главное, чтобы нам пальцы не подрубало. О, точно, двумя. А может, я шпагату могу сделать? Не надо. Смотрите, я с ним прямо акробатический рок-н-рол. Могу скакать. Эх, слушай, классно. Жалко, что ветер дует. Можно было полетать сейчас. И вот я делаю выравнивание, и вокруг кресты, кресты, кресты. Сел на кладбище, друзья. Нам попался пилот-перфекционист. Он сказал, что первый взлет не отличался идеальностью. Не так поставил ножку. Поэтому дубль два. Ну, он взлетел. Мне все понравилось. Требует, чтобы это не пошло на видео. Я подумаю еще над этим. Контент же огонь. Так, готовность. Сейчас, сейчас откину кромочку, подожди. Так, сейчас нехорошо закрылась кромочка чуть-чуть. Ну, в принципе, не до... Не, нормально. Так, хорошо. Ну, сейчас ровненько взлетел. Но, видите, все равно, вот в правую сторону идет момент реактивный. Это меньше чувствуется на моторах меньше мощности. У меня уже голова кружится. Это вы над ним жужжите? Это как-то... Был случай, когда мы летали на озере то ли Чудском, то ли... Ну, где-то под Питером, там далеко в болотах. Была огромная свадьба, шашлыки и так далее. Я над ними летал, они так радовались. Здесь человек взял и палку шашлыка держит. И я раз над ним пролетаю. Хватит, а все. Шашлык съел. Ну, бутылку не выкинул, а скинул туда к ним на песочек, чтобы убрать. Мы вообще против мусора. Очень радовалась вся свадьба. И потом я еще с глупостью сделаю, я к ним приземлился. И вот тогда, конечно, началось самое страшное. Ну, самое веселое, скажем так. Оп. А еще... А-а, прожужжим. А потом мы пошли на дискотеку в соседнюю деревню. Ну, и там тусовка, значит. Ну, и спрашивает, скажем так, девушке. А вы, говорит, кто такие? А вы, говорю, а мы над вами жужжим. Я говорю, так это вы-то самые пилоты. Мы говорим, да. Ну, и тогда хорошо, что нас не побили на этой дискотеке. Потому что мы были там звездами. В общем, весело. Вообще, параплана, да и параплана, все это, в общем-то, бесконечно весело. Мечта летать. Вот, главное, чтобы это все было так же бесконечно безопасно. Да, вот у нас посадочка. Оп. А, хи-хи-хи, из забавных историй. Участвовал я как-то на московском авиасалоне. Это был 2000-й год. 2000-го года или 99-го, не помню. Но это был тот год, когда нам разрешали с моторами летать еще на авиасалоне. Ну, честно говоря, я был юн, глуп и бесстрашен. И поэтому гонял над этой полосой. Там, ну, над людьми нет, потому что, ну, заглох мотор и все. А, допустим, вот эта полоса, на которой была экспозиция, ну, она была пустая от людей, можно было над ней баражировать. И тут на эту полосу выезжает пожарная машина. Я думаю, ну, я не я буду, если, значит, я на эту машину не приземлюсь. И из машины высовывается водитель. Водитель машины машет меня, типа, давай на машину. Я говорю, хорошо, только, типа, скорость. Ну, как-то мы жестами показали, он понял. И он едет с идеальной скоростью, ровно. Я, значит, на эту пожарную машину чуть газ сбрасываю, сажусь, становлюсь на эти трубы, думаю, какой я вообще молодец. И в этот момент моя нога в хорошем, очень мощном ботинке как-то делает шмырк и проваливается между вот этих огромного количества труб, которые сверху на машине. И застревает. И я лечу, чихнуть боюсь, потому что чуть поменяю газ, ну, как, я рассинхронизируюсь с этой машиной, и все. У меня было 2 или 3 секунды полной паники. Ну, не паники, а я думал, что делать, думаю, так, может, как-то... А ботинок плотно зашнурован, мы-то летаем так, чтобы... Ух, если там не какая-то неудачная посадка, чтобы ботинки хотя бы выручили. И так, друзья, я на третью секунду подумал, что надо что-то делать. Я как-то так ногу так согнул, так согнул, как-то вот так, ну, и выдернул. Все, как дед дал деру от этой машины, полетел к воздушным шарам. С воздушными шарами было веселее. Берешь так его крылышком чпунь и вокруг него. Ну, это были годы, когда еще все было можно, когда было меньше сертификации, больше... И больше настоящей лечтыми летать. Ох, которую мы так любим. И каким-то чудом дожили до таких седых лет практически. Так, но теперь я, друзья, вот теперь достал мой тетчеред. Посмотрим, что с этого выйдет. Ботинки абсолютно неправильные, потому что должны быть высокие, держащие голеностоп, друзья. Ну, просто я не собирался летать на параплане. У меня есть правильные ботинки. Криспи, они в Москве остались, к сожалению. Вот, и придется мне в абсолютно неподобающие обуви взлетать. Это неправильно, сразу говорю. Вот это вот просто фу. Ну, я сам себе, я смогу сказать, что фу, я фу сегодня. Взлетаю в таких ботинках, да. То, что шорты, не фу. Вообще, в принципе, в шортах там считается трава, какие-то колючки, там поцарапаешь. Но кто-то мне как-то сказал, что, Волков, ты летаешь ногами. Я говорю, почему? Ну, ты же как кошка этими усами чувствует, что-то нюх там, вибрации какие-то. Ты, говорит, наверное, ногами чувствуешь ветер. На самом деле есть. Я люблю, когда хоть сходит восходящий поток, он первым делом так по ногам, пум, ты чувствуешь, что тепло пошло, понимаешь? Ага. Ну, и кто-то даже шутил, и с Редерик, а давайте ночью Волкова побреем ноги, может быть, он летать хуже станет. Не удалось, я спал чутка. Вот, поэтому эту теорию проверить не смогли. Ну, а сейчас вот будем взлетать. Чуть неправильно, но точно не зря. Фух, ой, страшно, как мне. Волнуюсь я. Я планер заберу, если что. Конечно. Если он мне пар мотор ломает, я бы... У нас покрытие большое. Нет, друзья, на самом деле, когда вы приходите учиться к инструктору какого-нибудь, и он сразу говорит, чувак, товарищ ученик, я могу тебя научить дешево, но каждый сломанный винт твой, ну и ремонт мотора. И вы думаете, хорошо, а хочешь учись на пропалую, ну тогда вот столько денег. Часто выбирают на пропалую, и это стоит... Как это? Дороже, но додешевле. А когда начинают экономить, то, конечно... А на пропалую инструктор учит так, чтобы он ломал винты там... Да-да-да, зарабатываем на каждой винте. Стройки, вставай. Ну давайте, помогу затянуть. Эх, не опозориться бы. При волнении лучше попросить опытного пилота. Парашюты тебя не одевают, чтобы не было соблазна крутить что-нибудь. Черт. Даже парашют отобрали. Но на самом деле, есть ремяжная правда в этом. Веса меньше, а буду разбегать... Я высоко подниматься не буду. Может, сейчас на речку слетаю. Парашют на высоте меньше 30 метров бесполезен. А вот выше абсолютно... У меня были... Я видел... Был свидетель там случаев, когда с 30 метров реально народ спасался. Да. Фух! А от греха подальше. Давайте перенесемся вот туда, на угол мне. Я... Я очень люблю закрытую позицию вот такую. Ну, тебе же сложно будет сейчас крыло розочку. Бросай это все здесь. Друзья, когда если вы чувствуете какой-то дискомфорт небольшой на взлете, вот чувствуете что-то не то. Да лучше, блин, 10 раз перебздеть, переложиться, перестарсовать. Но, как бы... И второй момент. Мне не нравится расстояние до канавы. Потому что я привык иметь какой-то запас перед собой. На случай того, что я могу подольше пробежаться. Люблю так. На планере тоже. Как говорил мой инструктор Робин, Игорь, не бывает плохих коротких аэродромов. Бывают ленивые пилоты планер тащить подальше. И это истина. Кстати, вот у меня есть видео со взлетом, с отказом двигателя. Мы стартовали с максимальной дистанции. Хотя был совлазан... Да вон даже подым увидел. Чуть-чуть, да, завернул на север. Давай тогда туда поднимем. Вот здесь. Нормально? Да, отлично. Вот. Вот это так пока. А что ты не газуешь? У тебя нормально пошло крыло? Мотор или все? Ну я привык поднять его полностью... Ну штиль. И ветер крутит. Ну ясно. Все, понял. Вопрос был не уверен, не обгоняй. А идеальное было крыло. Давай, пошел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну давай, пока ты не остыл. Это было офигительно. Продолжение следует... Во-первых, просто вот это вот... Туда плавно поворачиваешься... Ручка газа просто офигенная. Запас по тяге... Зверюга. 24 метра летит как песня. На высоте 1100 метров еще мы находимся. Да, высота 1100 метров. Конечно, в воздухе просто расколбас, потому что ветер дует... Ты видел меня? Останавливало. Ха-ха-ха! За любые деньги. Вот это просто реально... Вот это то, что есть удовольствие. Была бы еще погода хорошая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки бах-бах-бах... С непривычки. Рано-рано тормозил. Все-таки бах-бах-бах. Нормально. А? Нормально. Ну, как? Хе-хе! Ну, так вот. Как без ошибок. Штиль, да. Главное, что жив цел орел. Хе-хе-хе-хе. О, кайф. Кайф, кайф, кайф. Вообще клево, на самом деле. Как на этом холме. Ты летишь. У тебя над долиной 150 метров. Как раз с край холма ты летишь над самыми деревьями. И вот это уже абсолютно безопасно. Ты знаешь, если вдруг мотол встанет, ты уходишь вниз и зайдешься на поля. Вот так можно. Здесь именно кайфово тем, что можно летать вот по всем этим склонам при штилевой погоде. И наслаждаться вот этими видами. Подвеска безумно удобная. Действительно, просто очень удобная. Вообще, мне комфортно. Ну, посадка, допустим, надо привыкнуть. Нужно, как вот парашютисты, садятся на носовых платках. Нужно разогнаться. И перед самым землей динамично достаточно выровняться. Ну, а я получил, что... Ну, ты рано выравниваешься. Я вот это вот... Чайничья ошибка. Ранее выравнивать. Когда ты думаешь, ай-яй-яй-яй-яй. Уп, чуть-чуть клеванты. И все. Ты самый вкусный кусок энергетики уже использовал. А нужно, получается, вот идешь, терпишь, сцепив зубы. Вот он, полметра-полтора. Выравниваешься. Оно, крыло, получается, еще как бы накача тебя немножко вот так вот поддерживает. И ты касаешься. Можно было, ну, вот, профессионалы как садятся. А чайники вот. Вот вы видели. Профессионала и чайника. Десять лет на моторе не летал. И почти все хорошо. Ну, а руки, кстати, помнят. То есть, моторика вот. Вот все вот это. Поддача газа в развороте. Горизонт. Все это. Все прям вот куда-то в мозг вошло, в подсознание. Но посадка... Посадка, в принципе, никогда не была моим сильным местом. Слушайте, я пальцы замерзли какой-то. А перчатки не одел? А? Не еду. Он же мне не дал ничего. Ни парашюта не дал, ни перчаток. Чтобы я далеко не улетел. Ну, ка... Блин, несказанного удовольствия на самом деле. Контент огонь. Погода бомба. Контент огонь. На самом деле, если будут ворчать местные жители, у меня есть план завести себе электрический промотор. Такие уже делают. На 10 минут батарейки на 15... Ну, пишут они, конечно, типа 40 минут. Как правильнее показать 40 минут. Вот так, да. Никаких там 40 минут не бывает. Дай бог, минут 15-20 в активном режиме. То есть, на этом моторе, наверное, классно учить учеников и прочее. Но вот, в принципе, зарядил батарейку. И так закричал. Эггэгей! И дунул на 15 минут. В принципе, душу отвести. Вот я сейчас зарядился вот этой энергией позитивной, наверное, на весь день. На два, на три, на неделю. Но мы еще летать на планере будем. Поэтому мне, наверное, больше-то и не надо. Если, конечно, куда-нибудь в путешествие собраться, на пик Двюрс летать, ну, в принципе, это, может быть, не задача этого параплана, парамотора. На нем вот именно вот так вот. Ух! Сразу, кстати, еще скажу по поводу ух. Вот эти все полеты над деревьями и так далее. У меня просто мозг привык калькулировать. Отказ это поляна. Отказ это... Я на моторе летал много. Я летал много на соревнованиях. Мы летали там маршруты. Приходилось очень большое расстояние проходить на самой минимальной высоте. Почему? Потому что, допустим, ты летишь, луч по маршруту против ветра. Ветер встречный. Прижался к земле, выиграл. Потому что в этом случае ты летишь в нижнем слое, где слабее ветер. Плюс еще ты летишь, выжив акселератор полностью ногами. То есть было, конечно, ух! И если местность начинает с какой-нибудь кустики и так далее, ты постоянно калькулируешь. Тут сяду, тут сяду, тут сяду. Поэтому, как я тут сейчас над речкой немножко летал, это... Ой, это отмель, это отмель. Если вдруг сейчас я вот так перелечу, если так, это постоянно мозг уже полный на автомате. Если опыта нету такого вот... Ой, я сейчас смотрел, как в видео гоняют над речкой. Сейчас я повторю. О, не надо, точно, абсолютно. В Вильнюсе был случай, когда... Там был момент, когда разрешали полетать около Зеленого моста, прям, ну, фактически центр Вильнюса, до башни один километр. И я там... Мне довелось там полетать на моторе. Так вот, я летел и... И заметил провод. А мне никто на предполеты не рассказал, что там ближе к Зеленому мосту будет висеть кабель. И я лечу, смотрю... О! Вот я его в последний момент заветил, дал газу, перелетел. На самом деле, в тот угол, наверное, и не надо было летать. Вот. Поэтому, прежде чем вот как-то, хоть как-то летать над какой-то местностью, где потенциально может вот здесь... Дай-ка покажу. Вот с одной стороны дороги до другой, вот может вот так вот будет перекинуть где-нибудь кабель. И вот этот кабель на параплан. Параплан на кабель. Бах-бабах. И контент огонь. И завис на кабели, да? Бах-бабах и контент огонь. Ладно. В общем, позитивно полетали, я прям в восторге. Летает на солнечном свете. Дай-ка я его поцелую. Дай его. Володя, давай. Чуть-чуть поцеловал об землю. Ну ладно тебе, я даже не коснулся рамой. Нет, 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 ты на пузо. Да, на пузо. Я только когда это думаю, блин, сейчас ведь действительно меняться придется. Планер, да, парамотор. Тоже, конечно, ничего. Но... Не та ценовая категория. Я безумно счастлив, что мне удалось полетать на этой великолепной штуке. Прям ух, ух, ух. Обязательно соберу фильм. У нас еще много чего осталось. Еще погонять на воздушном шаре. У меня знакомые есть там за женщином вот это дельтаплане. На простом дельтаплане я очень боюсь. Летал, но очень боюсь. Давно. Куча всего. Мечта летать, она вот такая вот. Нам на чем угодно можно летать, хоть на метле. Так что до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Будем зажигать. Погода бомба, контент огонь.